Вы заметили, что она, например, про всех говорит хорошо и совершенно не поддерживает отпускание шпилек в адрес коллег во всех ее интервью. Мало того, она же в романах пишет про то, как ей нравится Маринина, как она обожает Полякова. Полякова, кстати, мне тоже очень нравится. Вы вот Дашкову недолюбливаете, матушка. Почему? А там маньяки зато. Я очень люблю, когда маньяки медленно крадутся. Медленно крадутся, потом долго кроваво душат. Я люблю, что такое страшненькое. Да это все получается очень натянуто и натужно. А вам не страшно? Неприятно. Я люблю, когда мне страшно очень. Я вообще триллеры очень люблю. Здравствуйте. Я Татьяна Толстая. Меня зовут Дуня Смирнова. Мы приветствуем вас в нашей школе злословия, где одновременно все ученики и учителя, где нет врагов, нет палачей и жертв, а есть просто люди интересные друг другу. Сегодня у нас в гостях Дарья Донцова. Заменивая донцова. Здравствуйте. Мы знаем, то есть все вас знают как Дарью Донцову, при этом мы знаем, что настоящее ваше имя Груня Васильева. Поэтому можно мы будем называть то так, то сяк. Тут маленькая поправка. Я вообще-то Груня Донцова. Я была Груня Васильева в детстве по папе, потом я вышла замуж за Александра Ивановича Донцова и стала Груня Донцовой. Так что можно Груня, можно Даша. То есть вы перебирались так перебежками? Да. Сначала фамилию, а потом имя. А потом имя, да. Не сразу поменяла. Но я в принципе отзываюсь на все, поэтому... Даша, вот мы изучали много ваших интервью. Вы третий раз замужем, да? Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы во всех своих трех браках решали проблему непарных носков? Доня, у меня были проблемы покруче. Я вот, вы знаете, пыталась воспитать сначала всех своих мужей. У меня была одна непреодолимая проблема. Вот когда муж приходит домой, он сначала правый ботинок швыряет в левый угол, потом левый ботинок швыряет в правый угол. Он перекрестся. Да. Это какой муж? А все. Я была очень молода. Я боролась с первым мужем, я боролась со вторым. А с третьим я уже, наверное, повзрослела, я бороться перестала. Теперь я просто перешагиваю через эти ботинки и буду заниматься своими делами. А с носками вот как? Вот ты закладываешь в стиральную машину, предположим, пять пар, потом вытаскиваешь, пар в лучшем случае три. Непарные носки я просто выбрасываю этот непарный носок, иду покупаю другую пару и все. А куда они делаются? А у меня такое ощущение, что машина их ест. Она должна же чем-то питаться, Тань. Ну как-то со дна вот какая-то. Вообще можно было даже книгу написать, прикиньте, про машину, которая вот что-то вот ест, ест, ест. В общем, это было бы уже что-то какая-то фантастика. Что она думает ночью, когда они спят? Она думает, сейчас вот они поносят эти носки полосатенькие и мне? Не, ну со стиральной машиной вообще у нас, когда произошла дома трагическая история, мы сделали ремонт, мы поставили посудомойку в стиральную машину, а сверху поместили хлебопечку. Знаете, такую сюда заливаешь, получается, да? К моей дочке пришли подружки, они сказали, мы попробуем хлебопечку. Я говорю, да, попробуйте. Они тут что-то налили, включили, приходят лица такие вытянутые. У нас, говорит, ничего. Мы открыли, там пусто. Я говорю, как пусто? Мы, говорит, молоко положили, яйца положили, сахар положили. Я думаю, ну ладно. Подхожу, говорю, сюда квали, да, сюда положили, кнопочку нажали, вот на букву кука поставили, куличик. Я говорю, и воды положили, да, и молока, и сахара. Я говорю, у вас, девочки, у вас точно ни хрена не выйдет. Вы все положили в стиральную машину. А кто в вашем доме лампочки видит? У вас есть сомнения по этому вопросу? Вообще нет. Вообще я. Понятно. Нет, по одной простой причине. Нет, у бомбориста мужа нет целый день дома. Оно, в принципе, можно, конечно, подождать, чтобы он пришел и вернул лампочку. Но сидеть трое суток в темноте... Скажите, пожалуйста, Даша, вы умеете снимать показания счет? Высчитывать? Снимать могу. Высчитывать? Нет, у меня на это есть невестка. Она финансовый работник, она научится... Вы тоже не умеете? Дунечка, я складываю 7 и 8, и каждый раз получаю в разное число. Всегда. Поэтому, как бы, вот это вот... Ну, не могу. Я надеялась, что вы меня научите. Потому что мне много раз объяснили, но запомнить я не могу. А по-моему, он сконструирован так, чтобы никто это сделал не мог, и чтобы люди были вынуждены жениться на финансовых работниках. Потому что... Ну, наверное, очень даже удобно. Конечно. Там темно. Во-вторых, цифры, короче, мелкие. А в таком случае не понятно, что они значат. Это специально ведь так? Да, ну я просто пытаюсь. Знаете, вот есть вещи, о которых я стараюсь не думать. Вот о том, что я скоро умру, о том, будет когда-нибудь, да, о том, что я буду старая, о том, что нужно счетчик высчитывать. Не будем об этом думать, и все, как говорила Скарлетт О'Хара. Давайте об этом подумаем завтра. У вас в одном из романов есть замечание, я давно думала, что кто-то должен об этом написать. О том, как человек заполняет квитанцию. Ага, бик. Да, бик. Бик. Рысы, кысы. Да. Я нули отсчитываю. Вот я достаю какую-нибудь заколку из головы, и придерживая одним произведением, я заколкой отсчитываю количество нулей. Я в окошко стоюсь и говорю, девушка, а вот кысы и рик – это одно и то же нет? Они говорят, да что вы ей-богу, что вы притворяетесь дурой какой-то, вам непонятно, что ли? Идите и заполняйте все по-новому. Нет, я вообще не истеричка. То есть мне не свойственны какие-то истерические всплески. Единственная, самая крупная истерика за всю жизнь со мной случилась в сберкайстве. Вот когда я вот это вот переписывала, вот это переписывала раз, другой, третий, пятнадцатый, двадцать пятый, и я понимала, что я не способна это переписать, а напротив сидел дядька, и он все время, когда писал, он говорил такие слова, которые вот у нас идущие вместе запрещают писать и говорить. Они из него вливались. Я не выдержала, говорю, что ты все время так материшься? Он говорит, это можно заполнить без мата? И мы с ним договорились, мы стали друг другу диктовать. То есть сначала я ему продиктовала его нули, потом он мне мои. Я поняла, что я и в сберкассу ходить не буду платить. Надо найти человека, который будет ходить это делать за меня. Вот такая прожидческая позиция. Даша, а вы политикой интересует? Нет, абсолютно, я полностью политичный человек. Совершенно, да? Абсолютно. То есть вот вы смотрите из Госдумы, там драки, обливание водой, ну все веселье, которое для нас назначено. Нет, я один раз видела, как Жириновский с кем-то обливался соком. Мне так понравилось. Соком. Да, мне так понравилось, я так жалела, что это редко вообще показывают. Я знала, что вы любите политику. Ну будешь как-то я ничего не... А Василий Иванович Сандыбин бился на кулачках с кем-то? Нет, это я уже не видела. Потом там они женщину били. Там били женщину кнутом. Кнутом. Ну в шестом зашел на площадь Мира. Там били женщину кнутом сотрудники АВИРы. Не звук из ее груди, лишь только бич свистал играя. Лишь бич свистал играя. И Музе я сказала, смотри, она не выяснила. Ха-ха-ха. Нет, из переделок я знаю только одну совершенно замечательную. Вот это наша Таня громко плачет, уронила в речку мяча. Да? Есть приятель, который перевожил это для детей новых русских. Наша Таня типа плачет, уронила типа мячик. Нет бы ей прикинуть, дуря не утонет он в натуре. Ха-ха-ха. Даша, в вашей героине постоянно у них очень сложные семейные связи. По нескому же огромное количество свекрови, дети от разных браков. Вы неоднократно в интервью говорили, что вот вы видите, да, вам показывают картинки, вы их записываете. Значит, это свойство вашей фантазии, она так устроена. Значит, человек, у которого есть фантазия, да, может вообразить себе абсолютно все, что угодно. Он может вообразить себя там, не знаю, крокодилом, на месте, чем угодно и так далее. Вот вообразите, например, что вы бы сейчас были бы, например, не замужем, вот за кого бы вы вышли замуж, например, из политиков? Я бы вообще не вышла замуж. С кем чай можно пить? Чай с кем можно пить? Если уже не попьешь, колом станет. Да, из политиковских можно пить чай. Из наших, из современных? Да, в наших. Я бы могла бы, ну, с Киссинджером, допустим, попить чай. Я думаю... Такое у него выражение лица, как будто все умерли. Да выражение лица-то ладно, он вроде человек интересный. С Черчиллем еще можно было бы, я думаю. А с Киссинджером что хорошо, что ему даже ничего придумать не надо. Сидишь и говоришь, ты мой Киссинджер. Не, ну, может быть. Ну, с Черчиллем еще вполне были бы. А из наших? Из российских нынешних. Из российских? Из нынешних? Да. А я никого не знаю. В телевизоре, ну, боли-неволи же. В телевизоре. Не могу даже себе представить. Девочки, простите меня, пожалуйста, что-то ни с кем не тянет. Нет, ну, правда. Отлично. Хорошо, политика в побуху. Ага. А из, например, ну, из телеведущих? Ой, с Парфеновым. 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 Я его нежно люблю. Я ничего не могу с собой поделать. Я его просто нежно люблю. Так, из артистов. Вот, российского кино там. Так, плохо знаю. Не кино, а театр. Или не кино, а театр. Или шоу-бит. О-о-о-о. Из певцов. С кем бы чай пить? Девочки, обязательно чай пить? Ну, а что вы хотите? Кофе. Нет, ну, можно кофе? Да, мы как бы замуж. А вы бы за кого могли выйти замуж из эстрадных певцов? Да? Ну, я в молодости, конечно, у меня были свои предпочтения. Например? Я в основном за голоса выходила замуж. В внешности не очень. Мне, например, очень нравилось ходить домой. Я вас про наших спрашиваю. Никогда в жизни я наших эстрадных певцов не любила, не слушала и замуж за них не хотела. Я хотела за французских певцов. Что я так хрономцем пела. Она так. Я не могу. Я замуж. Она так хрономцем пела. Шарля Азнавур? Нет, Азнавур нет. Вам не нравился Азнавур? Не очень. Он пел. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще много-много раз. Потому что он был французский армянин. Ну. И пел по-русски. Еще много-много раз. Нет, мне не нравился. Я понимаю, что я не могу выходить замуж. Он так не предлагал. Знаете, у меня мама всю жизнь главный режиссер Москонцерта. Поэтому я понимаю, что если бы пришлось когда-нибудь вновь выходить замуж, не дай бог, то это бы никогда не был человек из шоу-бизнеса. Это вот уж совершенно точно. И никогда бы это не был писатель. Это тоже. Я так понимаю, поскольку писатели гадкие характеры, мы бы никогда не сумели вместе ужиться. Это был бы не композитор. Он бы играл целый день. Я бы сходила с ума, у меня нет музыкального слуха. И не певец. Потому что он бы пел, меня бы тошнило. Да? Значит, ну кто бы это был бы? Наверное, мне лучше всего подошел бы такой человек, как мой муж. Вот такой, знаете, тихий кабинетный ученый, который вот сидит, вот у меня Александр Иванович сидит целый день и пишет свои книжки. Вот он выходит утром, там, в 11 утра. Говорит, я выпил кофе. Исчезает до вечера. Слепо, глухо, немой капитан дальнего плавания. Вот и все. А вот когда он выходит вот в 11 утра и говорит, вот как решается такая вот проблема тоже. С ботинками я поняла, как вы решили проблему, с носками я поняла. А вот такая проблема как, там, куда ты делал мою бритву, там, пропуск, ключи от машины. Я не знаю. Вот это. Это ты, дело мою. Ну то, что я всегда виновата, когда в доме что-то исчезает, это, конечно, ясно. Да, это объяснять не надо. Куда я делаю, куда я делаю. Я вообще вот это как-то очень быстро нахожу, в общем, в неожиданных местах, как правило. Потому что я знаю, куда мой муж это швырнет, когда придет домой. У него, понимаете, вот как-то он это не может запомнить. А я очень хорошо знаю, что когда он швыряет ключи, они падают в ботинок. Я это знаю очень хорошо. Поэтому я просто подхожу до этого ботинка, вынимаю ключи. Как вы говорите, почему они не могут это запомнить? Почему мы мужем, а они не могут? А зачем? Ну зачем запоминать, если есть вот Дуня, которая помнит, где это лежит? Это же не надо. Я думаю, если бы... То есть ему просто лень? Нет, я просто, если говорить всерьез, я просто думаю, что это, наверное, такое свойство мужской психики прийти домой. И вот как вот вешать пиджак, рубашка, брюки, трусы, носки. Да, вот как такая старушка из вещей прокладывается. Ну это, наверное, как-то у всех. Я вот иногда на читательских встречах спрашиваю у женщины, говорю, девочки, вот когда у вас муж стоит перед холодильником, в холодильнике всего набитое. Первое, второе, третье, пятое, салат, да? И он жрет, от батона кусает, и вы говорите, папа, почему ты кусаешь от батона? Он говорит, так греть же надо. А он не говорит, а что есть. А, да, а что там лежит? Даже за него на мысль, он говорит, а еды нет. Как? А вот она. А я не вижу. Нет, у меня муж... Она не в тарелке оказалась. У меня муж, с точки зрения психолога, объясняет это так, что у женщин зрение вот так, а у мужчин вот так. И когда он становится перед холодильником, он несчастный. Видит, вот так вот, если сделаете, вот так вот, видит кусок колбасы. Все у него хватает. А вот так вот по сторонам, это вот свойство организма. Ну как, у вас карие глаза, у меня голубые. Вот хоть умри, у меня не будет других. Вот и все. Туннельное зрение и веерное. Да, туннельное зрение, да. У нас веерное. Еще слух у них тоже такой очень... Избирательный. Избирательный. Вы заметили, да? Есть еще просто такой вот мой любимый мотив, что ты это делаешь неправильно, сейчас я тебе объясню. О-о-о. Вы знаете, я вам одно только могу сказать. У меня муж преподаватель. Педагог. Он декан факультета психологии МГУ. То есть это тысячи начитанных часов. Да? Значит, у нас дома это происходит так. Надо, надо, предположим, отбалк, помыть окно. Значит так. Я сейчас тебе объясню. Ты берешь ведро, тряпку, газету, порошок, разводишь. Аккуратно. Смотри, не упади. Здесь подстелись. Сюда встань. Смотри, не поскользнись. Бери тряпку, начинай мыть. Протирай, вытирай. Ну я пошел. Я говорю, подожди. Если ты так хорошо это знаешь, может быть ты сделаешь это сам? Я? Ну я же не умею. Представляете, вот так бы мужики бы собрались и так бы обсуждали бабьи глупости. Угу. Вот они никогда так не делают. Им все человеческое чудо. Полное ощущение, да, что собрались три кумушки. Так это же хорошо. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Ну, допустим, пускай там все мужчины вот зевнут и переключат на футбол. А ведь женщины, ну хочется иногда поговорить. Поговорить футбол, прошу при мне, не произносить. Это слово запрещенное. Я вот сейчас домой приеду и начнете его смотреть. Я там наслушаюсь вот этого всего. А у нас дома никто футбол не смотрит. Кстати, я забыла спросить Донцова, как она относится к футболу. Может у них тоже есть ли проблема футбола? Нету футбола. Да наверняка. Раз муж декан в факультете психологии, все время работает. Значит, никакого тебе локомотива. Скажите, пожалуйста, а вот к вам пришла слава. Да, вы на самом деле очень знаменитый писатель. У меня дома такое количество ваших книжек. У меня все родственники уже давно прочли, мы обмениваемся. Если ты эту Донцову читала или не читала и так далее. А вот как Александр Иванович это пережил? Ну, во-первых, в присутствии Тани Толстой мне не очень приятно, что вы называете меня знаменитым писателем. Потому что с той стороны сидит более знаменитый писатель, чем я. Не надо, не надо. Я в категории, я в категории, как известно, «Тяжелые растения на нашем подоконнике». Мне сказали, что даже вот мои хирожи достигли домашних растений на вашем подоконнике. Александр Иванович как пережил? Если говорить всерьез, то вот я вам сейчас начну перечислять как бы регалия Александра Ивановича. Доктор наук, профессор, академик. Если начать перечислять все международные премии, которые у него есть, мне не хватит эфира. Поэтому он абсолютно реализованный человек. Абсолютно. У него нет ни зависти, ничего. У него, знаете, есть легкое удивление. Вот если бы у вас дома жила баллонка, и вдруг бы она запела, как Галина Вишневская, как бы вы к этому отнеслись? Вот жила-жила десять лет баллонка. Ё-моё! А она поет. Это вообще что? Поэтому у него несколько лет было изумление. Он так на меня смотрел и не понимал вообще, как это, что. Сейчас он, в общем, в принципе, смирился. И так даже говорит, ну, хорошо, что у тебя есть свое дело. Если бы его не было, ты бы, наверное, бы, как бы, меня бы извела какими-то вот придирками, воспитательным процессом. А так вот как вроде ты занятый, хорошо. Да, да. Если вопрос идет какой-то зависти, у него этого абсолютно нет. Это хорошо, конечно. Потому что, на самом деле, ведь даже востребованность в своей области странным образом, она все равно не... Не утешает. Не утешает, да. Не приносит успокоения вот какому-то странному, странному, как это воспаленное вот это вот железе мужского тщеславия. В общем, тщеславия детского совершенно. Там уже начинается детское. У меня была приятельница, которую я очень сильно любила, она сейчас, к сожалению, покойная, Наталья Осиповна Ильина. Она писала филитоны. Теть Наташа Ильина. Да, мы с ним в одном дворе жили. Ну вот, ну вот. Вот я рада, что вы его знаете. Так она рассказывала, что ее муж, великий-великий профессор реформатский, как-то немножко недопонимал, что она вот тоже вдруг стала знаменитой. Она так была красивая молодая девушка с его лет и точки зрения. И вдруг, здрасте, она стала великим филитонистом. Немножко непорядок. И он так вот даже сердился. И она говорила, они этого не любят. Нет, у меня как-то муж совершенно спокойно к этому относится. Он даже, знаете, иногда говорит такую фразу, у меня нет комплекса величия. Гениальные люди этим не страдают. СМОТОК Все, да? Отлично. Отлично. Даша, я хотела спросить вас, вот уже переходя от вечной темы мужей, к вечной теме шмоток и других разных прекрасных вещей. Вот я тоже, у меня дома ваших книг, я даже не знаю сколько, потому что у меня их сегодня берут, потом возвращают и говорят, ой, знаешь, я не могу тебя вернуть, потому что вот такая-то взяла почитать. Я слышу, что меня хвалит Татьяна Толстая. Вы все слышали, да? Так, хорошо. Я не знаю, вот 22 есть точно дома, есть читанные, не читанные и припасенные, потому что не всюду все есть. Там Ростова на Паразу был. Я, в общем, привыкла к ним и без них я уже дальше не могу. Так что я на них подсела, я как писатель с другим отношением к языку вижу, что я умею делать, а что я не умею делать. И, естественно, получается, пластыни и совпадения. Например, я не умею делать сюжеты с такой насыщенностью, как вы. То есть я бы не могла написать, наверное, детективный сюжет. Нам бы заказал один журнал, ну, для балды написать детективный рассказ. Доня справилась? Я нет. Ну, Доня справилась. Доня дописала до конца. А у меня не хватило, что Доня. Без ложной скромности. Я этого сделать не смогла. Не смогла придумать и написать сколько-нибудь внятной даже рассказе детективной. Хотя я обожаю детективную литературу как жанр. Просто обожаю. Я не умею делать вещи с такой насыщенностью и интенсивностью. И некоторые других вещей не умею делать, которые вы делаете. А с другой стороны, те вещи, которые режут мой глаз, я их для себя отмечаю. То есть я, например, хотела вас спросить, почему вы опускаете местоимение первого лица? Не знаю. Я понимаю. Я сама это замечала в книжках. Мне очень сложно объяснить этот процесс. Там нет я. Там нет я. Вот когда я пишу, я когда вижу. У меня вот мы сейчас говорили про туннельное. Но у меня на самом деле туннель. То есть вот я сейчас сижу вместе с вами здесь. Предположим, здесь сидит моя героиня. И я вижу только эту ситуацию. Я в момент, когда пишу, я в нее превращаюсь, Тань. Да? Причем превращаюсь на физическом уровне. Если это глупая Даша Васильева ела гамбургеры, которые я в жизни не ем. У меня болит печень физически. То есть мне вот не очень хорошо. Если я пишу про вот эту Романову, она все время болеет. У нее текут сопли. Гарантировано, что я шмурыгаю носом. У нас был случай, у меня просто из психологического учебника, когда там одну героиню ударили кирпичом по голове, у меня вот такая шишка здесь вылезла. Муж подходил, он меня щупал и спрашивал, скажи, как ты это проделываешь? Он говорит, я читал в учебниках, это есть. И тем не менее, ну вот это вот, ну там же нет у меня, как я. А пишу я. И у меня поэтому рука я не выводит никогда. Я потом их начинаю расставлять. Насильственно. Я потом эту книгу в нормальном состоянии начинаю перечитывать, как редактор. Я не могу писать таким языком, как вы. Мне этот дар не дан. Мне Господь не дал дар стилиста. Он мне дал дар выстроить сюжет, написать быстро. И вот его вот перекрутить 85 узлов, да? Вы гениальный стилист. Этого дара у меня нет. Я начинаю себя править, как редактор. И расставлять «я», убирать «бы». Потому что то, что я записываю, это как… Вот как у Цвейга, амок. Да? Это… Я не могу описать. У меня нет слов. Это транс. Это безумие. Это что? Мне, по большому счёту, не надо никуда ни ходить, ни гулять, ни с кем общаться. Потому что я целый день бегаю, там, еду на машине, кого-то ищу, кого-то нахожу. Да? Да. Это вот на самом деле очень такой не… Какими-то моментами неприятный процесс бывает. Потому что я очень устаю физически. Если моя героиня весь день носилась по городу, а я сидела, писала, то у меня к вечеру сводят ноги натуральные. Я понимаю, что я не могу шага шагнуть. У меня падает вес. То есть вот она бегала, не ела. Она похудела на 2 кило. Я оставила, и я на них похудела. Понимаете? Вот как бы… Я почему перестала писать про больницу? Почему? У меня героиня, я очень стараюсь, чтобы она не попала в больницу. Потому что у меня начинает болеть всё то же самое. У меня от этого очень некомфортно, на самом деле. Бывает. Но жутко интересно. Меня трясёт это в середине книжки. Вот от интереса, что это такое будет там дальше. Я никогда не знаю, чем кончится. В книжке ни разу не написано, пока Даша там бежит, Маша поехала туда-то. Я не вижу, что делает Маша. У меня только эффект присутствия. Я вижу только эту картинку. Я же не вижу, что там в той комнате сейчас. Правда? Вот так и в книгах, вот когда я работаю, я этого не вижу. Я вижу только себя сейчас в состоянии, в том, в котором я нахожусь. И вы говорите, что вы гамбургеры не едите. Я не люблю их. Как еду. У вас… А почему тогда… Я не знаю. Я не знаю. Она туда и ходит, Таня. Я теперь хорошо знаю Дашу. Я понимаю, почему она стала делать. Она приехала, когда в Париж, в ту первую ресторанку, куда она попала, это был Макдональдс. У нас его не было. Она полюбила его на всю жизнь. То есть я ее как бы психологически понимаю. А почему они все, вот ваши героини, почему они все вот отмечают, там, там, марки одежды, да, там… Вот это вот… Ну, Даша, она просто получила деньги. Она никогда раньше не одевалась. Она была, в общем-то, наемным преподавателем. У нее никогда от нее было денег. А если сказать бабской это хотелось, ей всегда хотелось шмоток. И теперь она получила возможности покупать эти вещи. Она это делает совершенно самозабвенно. Просто самозабвенно. Еще вот проблема у меня, когда я пишу с Дашей, у меня улетает дикая сумма. Я понимаю, что надо останавливаться так. Понимаете, я в нее превращаюсь. Это плохо. Потому что моя невестка с хохотом вспоминает, как я принесла ей две пары штанишек, голубенькие и розовенькие. И сказала ей, зайка, ее, как бы, кличка, да, может, не зайка, а зайка, я наша, купила штанишки. И она, взявши штанишки, сказала, крышонка-то у нас уехала. У нас-то только один мальчик, Никита. А розовенький-то кому? Ну, я осталась с раскрытым столом, потому что девочки-то у нас нет. Девочки-то у нас в книжках. Да, в книжках близнецах. Там близнецах. Не было детей, когда... Более того, не было невестки, когда писались книги. И когда были написаны первые три книжки, пришел Аркадий и сказал, мама, ты только вот сейчас сядь, прихожий, потому что я сейчас тебе кого-то покажу. Я думаю, что так интересно. Открывается дверь и входит зайка. Причем мы все хором, я и Маша, говорим, зайка. Бедная девушка, никогда не читавшая моих книг, прижалась к косяку и говорит, что я сделала. Говорю, у меня ничего, все в полном порядке. Она даже внешне была похожа, у нее оказывается такой же характер. То есть, сначала вы ее придумали или увидели? Да. А потом она... Таня, вы никогда не сталкивались с такой проблемой, что то, что вы придумали или написали, начинает сбываться. О, просто рядом. Я этого не знала. У меня все ужасно такие вещи сбываются. То есть, я даже думала, о господи, я когда написала свой роман «Кысь», где все в конце готово «Горит в черте матери», то я написала и через неделю загорелась Останковская башня, которая как бы, ну, занимает ситуационно тоже самое место, центр своего рода, как и в моем романе «Красный терем». Я подумала, все, началось. Это у меня произошло очень большое несчастье с сыном. В одной из книг описано, как ему как бы в багажник въезжает мусоровоз, аккуратно напротив издательства «Эксмо», напротив этого подъезда. Вот на этом вот повороте, когда вы вылетаете на Ленинградское шоссе, на светофоре моего сына вывался мусоровоз. Причем спасся он именно таким образом, как было описано в книге. Он высокий и худой. И он каким-то образом ушел под руль. То есть руль ушел на заднее сиденье. Вот такая вот машина стояла около издательства «Эксмо». Сотрудники в ужасе спрашивали, чей автомобиль. Мы отвечали, это автомобиль сына Донцова. И все начинали мне звонить. Что вообще случилось? Аркаша жив. У нас так вот мотор лежал на заднем сиденье. После этого я поняла, что нельзя писать про своих, да, как бы в книгах. Но они уже там есть, в этих книгах они действуют. И происходят какие-то события. Я не могу ими управлять. То, что вы говорите, что вот такие вещи происходят, это мне очень хорошо знакомо. Но я думаю, что вы не должны считать, что вы виноваты, что вы вызываете каких-то демонов. Наоборот. Вы просто попадаете в такое состояние, пространство, в общем, одно и то же. И не важно, что это, да, мы все равно это не знаем. Когда вы видите, ну, будущие события, и они к вам текут через перо. Вы их записываете? Таня, мне вообще не очень хотелось бы, в принципе, обсуждать эту тему. Потому что меня считают идиоткой. Я пыталась журналистам объяснить, ко мне приходили. Ну, первый вопрос, наверное, вам тоже всегда задают. Откуда вы это берете? Да? Вот начинаешь объяснять, говорить правду. И видишь, у человека в глазах, ну, не то чтобы недоверие, а такую яркую фразу. Ну, ну, девочка. А пленки на ней? Ну, ну, девочка. И я перестала об этом рассказывать. Потому что я не могу объяснить. А что вы воспитываете глупую на лице? Нет, не надо. Воспитывать человека вообще бесполезный процесс. Нет, можно. Отчасти можно. Нет, 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 можно научить пользоваться ножом, вилкой, туалетной бумагой и чистить зубы. А все остальное, это вы никогда не исправите. Знаете, что, ну, это воспитание, в частности, сводится к тому, иногда, что вы помогаете человеку с помощью какого-то пинка психологического, словесного, какого угодно, вдруг осознать, что он шел не туда. То есть окрик, стой, не ходи, сейчас свалишься. И он вдруг видит, что он, да, сейчас свалится, видит, что он дурак или он видит, что зато он не то. Через это работает. То, что человек, то, что я дурак, если человек может сказать себе, я дурак, это очень редкий человек. Таких практически нет. А вот скажите, если бы вам предложили, ну, не знаю, Господь Бог или кто-то, чтобы три желания ваши бы исполнились вообще, любые, полностью, вы бы какие заказали? Ну, я бы, наверное, сначала все-таки пожелала здоровья всем своим близким, чтобы они были здоровы, чтобы мы жили вместе долго и чтобы мы умерли вместе. Потому что у меня умер папа очень рано. Я знаю, как тяжело, когда ты остаешься один без кого-то жить, да. Это было бы, наверное, первое желание. Второе желание у меня было бы, чтобы вот то поле, к которому я подключалась, оно ко мне неожиданно пришло, чтобы оно от меня не ушло. Если у меня сейчас пропадет эта способность писать, даже вот эти криминальные романы, я очень хорошо понимаю их место в системе литературы, да. Вот если это как бы нить литературу, я очень хорошо понимаю, где стоит этот жанр, какую нишу он занимает, для кого он очень хорошо. И если бы у меня это сейчас отняли, то есть я не могу вам описать степень моего горя. Понимаете, вот если бы вот это вот со мной произошло. А чтобы я захотела в третьих, а в третьих у меня, наверное, все остальное есть. Я тогда другую вас спрошу. Ваша героиня преподает французский? Да. И вы знаете французский, да? Да. Я вот что, я французский учила в свое время. Ну, я говорю только, когда там во Францию попадаю, потому что дома нет надобности, и поэтому он такой заржавелый. Но несколько каких-то вещей, которые, когда упоминается вот конкретно это умение вашей героини, я удивилась, что так быть не может, вот как вы описываете. Вот приходит письмо, и ее приятель, милиционер, он читает ей по телефону, откуда пришло письмо? Из, значит, города Марсел. Но ведь он не может это прочесть. Если же там французский, то там же пишется Марсе или Ле, так сказать, для русского глаза. Это для чего? Это чтобы читать? Нет, это я, наверное, просто ошибаюсь. Я думаю, как человек, знающий французский, у меня Марсель, он и есть Марсель. Да, это как Peugeot, для меня не Peugeot, а Peugeot, да? Поэтому, наверное, бывают такие ошибки иногда. Потому что я-то вижу конверт, написано Марсель, я и читаю Марсель. Ну да, понятно. Это так же, как я видела здесь рекламу чего-то, там Рожь Бобуа. А у меня таксист, который меня вез, он говорит, Рожь не Бобоис. Нет, ну с рекламой это вообще потрясающе. Я вчера видела наклейку на банке консервы, наклейка мясо-говядина. Мясо-говядина. У нас по полям ходят толпы говядины, понимаете? Ходит говядина с рогами, с хвостом. Это молоко-говядина. Нет, молоко-говядина. Это мясо-говядина. Мне так понравилось. А на турецких консервах написано «без свинского масла». Даша, а как вы сами объясняете свой успех? Успех этих книг, да? Да, да. Дунь, если говорить всерьез, вот представляете себе Московские улицы. Да, вот идет там пожечье. Посмотрите на лица. Вот когда метро, в туннеле поезд, вот когда лицо не держишь. Вот здесь я держу лицо, зал сидит, держит лицо, да, улыбка. Нет его в поезде, вот все стекло. Такие какие-то усталые, несчастные, бледные, да, в общем-то замотанные в основном женщины. На работе у нее начальник. Она разорвала колготки. В кармане у нее денег не на те колготки, которые ей хочется. И вообще соседка купила новую мебель, а у нее муж пьет, и этого не предстоит в ближайшие полгода. Или год, или три, да. Ребенок принес двойку. В общем, как-то черно, и хорошего так, в общем, ничего. Она включает телевизор, там новости из Чечни. Или она включает какую-то другую программу. И там так пробдиво показано, как плохо жить. И мне ее жаль. А я пишу сказки. Я пишу натуральные сказки, там все заканчивается хорошо. Даже повезло. И в Англии повезло. Но ведь и мне повезет. Когда-нибудь. И у меня будет точно так же хорошо. Я в это очень верю, что вот у всех все будет хорошо. Так должно быть. Это сказка. А вот они безгласные и тихие, шелестящие на своих небольших малооплачиваемых работах. Они же существуют с целым миром. Это целая вселенная таких средних простых людей. Замечательных совершенно иногда. Просто никто их не спрашивает. От них эта замечательность не востребуется. Ты вот выполни свою работу и иди себе. Вот что им говорит мир. Они ничем не выдающиеся и никогда ими не будут. То есть кто будет, тот уже к этому классу не относится. А ведь это же огромная вселенная людей. И о ней, знаете, мало кто вообще думает. Вот как о вселенной людей. Я много об этом думала. И читая ваши книги, и читая ваши интервью, и думаю просто о вас. И о вашей судьбе. Я знаю, что вы пережили тяжелую болезнь и то, как вы с ней справились. И вообще вот мы с Татьяной говорили и вчера, и до того, как даже возникла идея этой передачи. Мы говорили просто о вас. И о том, как много добра вы делаете и приносите своими сказками. И как на самом деле вы помогаете людям, жалеете их, сочувствуете им, даете им надежду. В этом есть такой вот давний спор про старца Лукух из Надне. Да, я снималась. Мишу, которая занимает эта литература и так далее и тому подобное. Тем не менее, вы и пишете, и говорите о том, что вы делаете с огромным пониманием не только жизни, которую вы хорошо знаете с разных сторон, не только светлых. Но и с большим пониманием функции искусства. Есть такая цитата у Гесса в игре в бисер. Он рассуждает про классическую музыку, по-моему, про Куперена. И там говорит, что жест классической музыки означает знание трагичности человечества, согласие с человеческой долей, храбрость, веселье. Вот у вас очень видно согласие с человеческой долей, храбрость и веселье. А куда девается знание трагичности человечества? Потому что его нет ведь в программах. Значит, во-первых, я считаю, что все не так трагично. Как первая ситуация. Во-вторых, в каждой передаче, в которой я оказывалась в каком-то телевизоре, я всегда говорю, дорогие мои, если у кого-то, вот и зрители, проблема с экологией груди. Дамы, не надо думать, что следующая остановка – это крематония. Посмотрите на меня, вас оперируют, будет неприятно, но вы будете потом очень долго жить. Поэтому не надо отчаиваться, поэтому не надо падать духом никогда. Трагичность ситуации, ну а в чем она вообще должна быть, Дуя? Вообще она, она мне больше всего нравится тем, что видно, что она очень хороший человек. Добрый, хороший человек, который делает хорошо себе и другим. Что все можно пережить, что все можно перебороть, через все можно перебраться. Что она хочет это всем сказать. Да, потому что она навидалась. Я, кстати, так не считаю. Но честь безумцу, который надеет человечество, сон золотой. Потому что есть вещи ужасные и страшные, которые пережить нельзя. Вы знаете что, я не знаю, можно ли пережить некоторые вещи, и есть вещи, которые нельзя пережить – наверное. Но то, что она пережила со своей болезнью и с мучениями связанными с операцией, это, конечно, как бы больше, чем живая душа заслуживает. И вот дальше, понятно, два пути – либо сломаться, заныть и рухнуть, либо не только самой воскреснуть, но самое главное еще и побежать, сообщая благую листь окружающим, что воскреснуть можно, что выжить можно, что надо захотеть. И она это без устали делает для самого широкого круга читателей. То есть вы считаете, что мир, он в принципе не трагичен? Я считаю, что да. Я считаю, что из каждой даже безвыходной ситуации обязательно есть выход. Другой вопрос – хотим ли мы его искать? Есть ли у нас желание искать этот выход? Понимаете, в чем дело? Если мы пытаемся для себя его найти, трагедия пропадает. В чем трагедия? Ушел муж, вас бросил муж. Вы его очень любили. Он вам изменил и ушел от вас. Ну и что? Ну и что? Нет. Бывают же действительно какие-то страшные вещи, про которые ты… Бывают. Бывают такие вещи… Не будем их называть. Я понимаю, но бывают такие вещи, с которыми бороться практически невозможно. Да? Вот смерть кого-то из близких. Да? Но это не значит, что ты должен умереть вместе с ним. Значит, ты должен прожить то, что у тебя осталось на земле так, чтобы ему, когда он смотрит на тебя вниз, не было бы стыдно. Понимаете? Можно всю жизнь плакать по ушедшему от тебя человеку, а можно жить во имя этого человека и думать, я буду лучше, потому что он так хотел. Я добьюсь всего в жизни, чтобы ему это было бы приятно. Понимаете? Можно как-то поменять эту ситуацию немножечко. Да, можно, безусловно. С житейской точки зрения – да. Но ведь искусство любое, да, оно же всегда как бы занималось вот этим схлипом, вздохом. Знаете, что я сейчас с шашкой на лихом коне понесусь вперёд. Искусство бывает разное. Да. И в литературе случаются жанры. Вы сейчас демонстрируете комплекс бывшего советского человека, который был уверен, что поэт должен глаголом жечь сердца людей, звать на баррикады. И на этих баррикадах… Поэт, который это написал, не был советским человеком. Нет, ну это ладно, да, хорошо. На полях. Я понимаю, да. И, значит, на баррикаде погибнуть, размахивая красным знаменем с развивающимися волосами. Ну, я, пожалуй, так не считаю. Ну, в принципе, это была такая установка. Советскому человеку специально не разрешали отдыхать. Вы знаете, что господин Лена Аттарский запретил собаку Мопса? Ну, почему порода Мопс вызвала негодование у министра, не министра культуры наркома? Почему просвещение? Почему? Потому что Мопс – уютненькая собачка. Вы берёте её, прижимаете к себе, вам хочется отдыхать, расслабиться и не думать о строительстве коммунизма. Весь мир давным-давно перестал спорить на тему, нужна ли развлекательная литература. Нужна. Нужна. Человек должен иногда отдыхать. Понимаете? Вот и всё. Только и всего. Детектив не должен никого психологически пинать, никуда звать, ничему обучать. Есть энциклопедия, есть учебник, есть, ну, я не знаю, Сартр Камюн, есть Лёв Николаевич Толстой. Это всё очень разные книги. И люди их читают в разное время своей жизни. И вам, наверное, тоже не всегда нравились одни книги. Когда-то выбрали одну, когда-то другую, когда-то третью. Я сильно сомневаюсь, что… Ну, раньше я читала «Гисс, а сейчас Донцова». И это ни о чём не говорит. Я совершенно сомневаюсь, что вот, допустим, человек, умирающий в хосписе, будет читать гениальное произведение смерти Ивана Ильича. Не будет. И не надо его ему давать. Потому что ему больно, страшно, потому что он сам умирает. Понимаете, в чём дело? Вот и всё. Вот и всё. То есть просто вы считаете, что каким-то вот переживанием просто нет места в этом жанре? В этом жанре, в моём, в котором я работаю, знаете, это немножко… Как вам сказать? Это вот немножко театр кабуки. Это немножко такая вот условность всё-таки. Она присутствует. Вы понимаете, что один человек не может на протяжении всей своей жизни попадать в бесконечные приключения, да? И тем не менее, вы верите, когда читаете эту книгу, что она, в общем, в эти какие-то приключения влезла. Но когда вы эту книгу прочитали, Донь, у вас же нету тяжёлого ощущения, что вы устали. Нет. Нет. Вот она для этого и есть. Это антидепрессант. Лёгкий наркотик. Ну, как хотите это назвать. Это не та литература, которая призвана вас задуматься о смысле бытия. Её не надо брать, если вас мучают какие-то эти вопросы. Она не для этого. У меня такое впечатление, что вы чего-то в своих книгах сами недооцениваете. Я вообще-то очень не люблю как бы серьёзно говорить о своих книгах. В принципе, вообще я не люблю этого делать. Я никогда не делаю. Я, может быть, сейчас скажу что-то не то. Но, понимаете, вот по улице идёт толпа. Вот идут женщины, да? Я когда иду в этой толпе, вы не выделите моего лица. Я человек из толпы. Я никогда не писала вот для узкого круга элитарного читателя. У меня никогда не было этих амбиций. Я писатель народный. Не в том смысле, что великий. А в том смысле, что писатель для народа. И я говорю с ними на одном языке. Я пишу для тех, кто торгует на черкизовском рынке. Для тех, кто там эти вещи покупает. Понимаете, я на самом деле всех их очень люблю. Это не фраза. Я правда их люблю. И мне очень хочется, чтобы этим людям было немножечко светлей. Я думаю, что им как-то страшно, им неприятно. По разным причинам каждому. И мне вот как-то вот хочется сказать, ну, ребята, будет лучше. Я с вами. Я вас люблю. Вот я не знаю, получилось у меня это в принципе или нет. Но мне этого всегда очень-очень как бы как-то всегда хотелось. Я понимаю, что это смешно? Нет, это не смешно. Вы знаете, это не смешно. Потому что мы как раз вам об этом и говорим. Что вы думаете, что вот вы только там. И что вообще как бы смешно говорить о чем-то большем. А есть много еще больше. Ваш круг читателей гораздо шире, больше. И относится к вам серьезнее и благодарнее, чем вы к себе. Ну, может быть. У меня заниженная самооценка. Я даже знаю, откуда это идет. У меня дома психолог свой есть, психотерапевт, который мне очень хорошо все это объясняет. Я это понимаю. Это получилось от того, что я никогда не хотела быть писателем. Никогда не думала, что я им стану. Никогда не училась на писателя. И никогда в ранние годы не ощущала у себя никакого дара. Я ретранслятор. Видеомитофон. Представляете себе? Вот он показывает фильм Феллиния. Кто гениальный в виде Калифеллиния? Очевидно, Феллиния, да? Вот я куда-то втыкиваюсь. И какой-то Феллиния... Я-то не понимаю устройство ни того, ни другое. Нет, я тоже. Ну, как вот в розетку втыкаюсь. И что-то вот через меня вот это как... Что-то протекает. В принципе, это могло произойти вот с любыми из сидящих, в этом зале. Мне просто повезло, что я заболела, а после этого получилась такая штука. Мне безумно повезло. Я иногда думаю, что как это было бы ужасно, если бы я не заболела, я так бы и желала бы, наверное, дальше. Знаете, ну, у вас, значит, для хорошего дела вас выбрали. Думаю, что да. Думаю, что да. Думаю, что да. Думаю, что да. И даже, думаю, не просто выбрали, а даже, думаю, оставили. Потому что, в принципе, у моего доктора были очень печальные прогнозы на мой счет. И он как-то первые годы, когда я к нему приходила, так странно на меня смотрел, у него в глазах мелькало, ты еще жива вообще, да? Ты еще ходишь, ты еще приходишь ко мне. Сейчас это перестало. Уже как бы он свыкся с тем, что я, в принципе, никуда не денусь. Но это книги. Они меня натурально спасли. Потому что есть книжка, дантисты тоже плачут. Я ее называю книжка, написанная на унитазе. Я ее писала на химиотерапии, унитаза крышка. Представляете себе? Я боялась выйти из уголка задумчивости, потому что я понимала, что я могу не дойти до кровати. Я с ним сидела вот так вот в обнимку, а книжка лежала на крышке унитаза. В какой-то момент я поняла, что мне плохо, я снимала рукопись, поднимала крышку, потом закрывала. Я думала, боже мой, как хорошо, как мне здесь удобно. Как я здесь ловко устроила. И вот когда пишешь, то как-то делается хорошо. Ничего не болело. В ваших книжек делается хорошо. Мы только просим вас об одном. Вы вот бросьте эту заниженную самооценку. И поэтому, кстати говоря, и в своих книжках не небрежничайте. Не считайте, что вот это не важно. Ну ничего, там редакторы поправят, читают, не заметят. И вот еще вы просто помните о том, что даже если человек не торгует на черкизовском рынке и не покупает там, он все равно читает ваши книжки. Так мне это было странно. Очень странно. Мне тоже можно. Мне было очень странно это было узнать, потому что когда был какой-то праздник, день рождения, что ли, университета московского МГУ и ректор сказал, что он читает мои книги, у меня было такое состояние, близкое к шоку. Муж мне неоднократно говорил, давай подпишем доктору Антоновичу книжку. Я говорю, слушай, Александр Иванович, ну ты прикинь, как ты будешь выглядеть. Ты приходишь к ректору с моей книжкой. Что он тебе скажет? Я говорю, давай я тебе подпишу книжку. Ну на худой конец Акунина. Его как бы прилично читать в середине интеллигенции. Я говорю, ну почему здесь танцуют? И для меня вот это был как бы такой немножко... Я не считала, что это моя целевая аудитория. Знаете, как у психологов, целевая аудитория. Она у меня была очень большая по моим подсчетам, но она была все-таки не настолько большая, как она стала. Вы нам тоже там что-нибудь... Ваш миномент, то что вы все-таки в исторические кратчайшие сроки, так сказать, обогнали писательниц, которые пишут, скажем, с большим знанием предметов, предметов, как Маринина. Или с лучшим синтаксисом, как, скажем, Устинова. Или с, так сказать, с гораздо более крутым заворотом каких-то ужасов, как Дашкова. Вот, тем не менее, вы вроде бы там... Как бы с массой огрехов синтаксических и там даже и сюжетных, каких угодно. Вот как бы вы более легковесно несетесь вперед и вырвались на первое место, сами того, естественно, не предполагая, и что это все как-то очень не зря. Понимаете, там в вашей книге есть одна поразительная вещь, которая особенно видна, когда ты их читаешь быстро и читаешь, ну, не знаю, там 20 штук за 3 месяца, к примеру. Вы знаете, там есть вот такая, какая-то, такая человеческая составляющая, такой, какой-то... Понимаете, там такой гуманизм, такой высочайшей пробы внимания к людям простым, вот к тем самым простым, так называемым среднему классу, низше среднему классу, который действительно сидит в метро, и лицо у него оплыло, и он пойдет домой, его там побьют, и накричат, и висит плохой ковер, и горит тусклая лампочка, и Чубач все лампочки украл, и непонятно, что делать, что за окном окраина, и сечет холодный дождь, и некуда идти, и тапочки холодные. И вот хочется либо броситься из этого окна, либо завыть, либо, я не знаю, что сделать, ударить мужа, жену, детей. И вот вы как бы их знаете всех, вы их всех любите, и вы им какой-то совершенно ангельский привет и помощь посылаете. Вы, может быть, даже сами не осознаете это, потому что это идет насквозь, насквозь, насквозь. Я начну рыдать, поэтому давайте о чем-нибудь другом поговорим. Не рыдайте, не рыдайте. Тихонько, грим смоется, красота пропадет. Не пропадет, не пропадет, честное слово. Красоту не убьешь. Это точно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Замечательно. Спасибо. Спасибо, девочки. Вы меня сбили, били вообще на праведный разговор, я абсолютно предлагала ничего такого делать. Слушайте, а почему никто ее не экранизировал? Ведь она же идеальная совершенно. Я уверена, что сейчас будут экранизироваться, что сейчас запустят какой-нибудь сериал, по-моему. На 40 серий, конечно. Это было бы очень замечательно. Ну, вы знаете, почему-то вообще у нас… Это замечательные кинематографические персонажи, эти двое. Вот у нас почему-то иронический детектив этот женский не очень экранизирует. Сняли, по-моему, только один фильм, эта тонкая штучка по Поляковой с Александрой Захаровой в главной роли. Ничего, хотя роман лучше. Здесь уже сериал. Да. Как Каменская. Который вот сейчас идет уже второй сериал, кажется. А я смотрю, а мне нравится. А мне нравится. А мне нравится все это. Так, все равно.